гроза из всех существующих атмосферных явлений это самое необъяснимое как она формируется можно ли превратить грозу в оружие массового уничтожения неужели молнии обладают сознанием и правда ли что жизнь на земле появилась благодаря богам громовежца ноябре 2017 года в уважаемом британском издании неча было опубликовано сенсационное исследование ученые доказали молнии провоцируют ядерные реакции в атмосфере земли к такому выводу пришли физики из киотского университета совместно с коллегами из центра науки и инженерии японского агентства по атомной энергии на острове хэнсю они разместили особые детекторы фиксирующие всплески гамма-излучения информацию собирали на протяжении целого сезона гроз выяснилось что во времени насти образуется самое загадочное вещество во вселенной антиматерия возникнув она мгновенно детонирует вызывает взрывы мощностью десятки мегатон в тротиловом эквиваленте ложку дегтя в открытии ученых страны восходящего солнца добавили коллеги из израиля по мнению метеоролога колена прайса с каждым годом грозы становятся все интенсивнее более того в последнее время они стали объединяться если однажды стихия сольется в сплошную супер бурю то от полученной энергии землю буквально расколет на двое кто управляет молниями можно под видом стихийных бедствий наносить вред другим государств когда грозовая энергетика заменит газ и нефть каждый такой облако обладает энергетикой могут ли шаровые молнии открыть портал в другой мир это реакция на компенсацию чрезмерного негатива куда ушли боги громовержцы и сколько жертв забирают грозы преодоление законов природы это жалкая попытка я анна чапман раскрою эти тайны и и австралия округ кимберли декабрь 2017 года так величественно и страшно выглядел супер шторм порожденный циклоном далее тогда стихии за считанные минуты накрыла западное побережье континента молнии осыпали землю со скоростью более 50 тысяч километров в час это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдения атмосферное явление запечатлел проживающий недалеку мужчина по имени джав грин невероятно красочный ролик который пользователи прозвали инопланетной дискотекой всего за два месяца набрал около полумиллиона просмотров в сети интернет в нижних слоях атмосфер и диету и напряжение верхним слоев атмосферы они сотни миллионов вольт намного выше чем в нижних слоях атмосфер. Вот поэтому такие молнии бывают. США, штат Оклахома, июнь 2007 года. Электрический разряд, разверзший небеса над городом Тулса, преодолел по облакам 321 километр и ударил в землю на границе штата Техас. Дистанцию и траекторию движения разряда отследили электромагнитные сенсоры синоптиков. Эти данные опровергли убеждение ученых в том, что молния бьет лишь там, где она возникает. Мы-то не видим. Видят космонавты и видят те, кто исследователи верхних слоев атмосферы, как происходят грозовые разряды в верхних слоях атмосферы. Это выше в тропосфере, в ионной сфере. Поэтому там эти длины молний, это и спрайты, джеты, так называемые, достигают многих десятков километров. Венесуэла, февраль 2018 года. Туристы съехались на место, где река Кататумба впадает в озеро Маракайба, чтобы посмотреть на это уникальное зрелище. На самом деле, молнии здесь сверкают почти круглый год. Фантастическое природное явление столетиями служило морякам в качестве естественного маяка. Объяснить феномен физики не берутся. Удивительно и то, что в этих краях совсем не слышно раскатов грома. Но как такое возможно? Ведь всегда полагали, что он неотъемлемая составляющая любой грозы. Каждое такое облако обладает энергетикой соизмеримой 4-5 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму или Нагасаки. То есть это колоссальная энергия. А если это надвигается классический мощный циклон какого-нибудь североатлантического происхождения с глазом бури характерным, то там энергия сопоставима со всеми атомными станциями в мире, которые вырабатывают ток в течение года. Молнии образуются в кучево-дождевых облаках, куда теплые потоки воздуха направляются держащиеся в нем капельки воды. Из-за низкой температуры на высоте они превращаются в льдинки, которые, сталкиваясь друг с другом, электризуются. Когда энергии накапливается слишком много, возникает высоковольтный разряд. Его температура может достигать 25 тысяч градусов по Цельсию, что в пять раз больше, чем на поверхности Солнца. Находящийся рядом кислород из-за мгновенного нагрева детонирует. И этот взрыв мы называем громом. Если смотреть издалека, то это такой вот... Он напоминает ядерный гриб вот верхнее основание этого облака. То есть это говорит о том, что если вы видите такое облако, это 100% идет грозовая туча, которая смещается где-то со средней скоростью автомобиля в городе, там 40-60 километров в час, она вот, в общем-то, через некоторое время будет в вашем районе. Недавно наши ученые сделали шокирующее заявление. Вспышкам атмосферного электричества предшествуют радиоимпульсы из космоса. Они пришли к такому выводу, проанализировав почти 4 тысячи гроз, которые прошли над территориями России и Казахстана за последние 10 лет. Неужели неизвестные на задворках солнечной системы нарочно мечут молнии в сторону Земли? Но если это так, то кто именно управляет процессом? Бог-громовержец управляет миром. В Древней Греции это Севс, в странах Скандинавии Тор, у североамериканских индейцев Аока, на Руси Перун. Есть ли доказательства, что эти небожители действительно существовали? Или их придумали, чтобы хоть как-то объяснить внушающий страх явления природы? Риван-Баальбек. Этот древнейший храмовый комплекс расположен недалеко от Бейрута. Здесь, на площади в 5 квадратных километров, среди античных строений и развалин, на Пьедестанах возвышаются 6 колонн по 24 метра каждая. Когда-то они были частью святилища поистине грандиозных размеров. Афинский Парфенон в сравнении с ним кажется просто миниатюрой. Однако внимание исследователей приковано отнюдь не к исполинским опорам, а к фундаменту, на котором они стоят. Древние вот эти семиты, которые построили храм, они уже не знали, кто уложил эти гигантские каменные блоки, на которые они построили первое святилище. Достаточно вам сказать, что эти каменные глыбы имеют более 20 метров в длину каждая, около 5 метров в высоту и около 5 метров в ширину. Главная достопримечательность Баальбека, так называемый трилитон, представляет собой 3 мегалита весом 800 тонн каждый. Они настолько огромны, что на каждом с легкостью может уместиться 50 путешественников. Но главное не это. Глыбы подогнаны друг к другу и выточены до того филигранно, что между ними не проходит даже тончайший лист бумаги. Археологи теряются в догадках, как тысячелетия назад могла быть создана столь монументальная платформа. Еще один, четвертый, так и не вырубленный, окончательный из каменоломни, из пород, вот этот вот блок, он еще больше. Он 1250 тонн должен весить, и размером еще больше. Но по каким-то причинам он был так и не уложен в основу. И вопрос возникает, ну ладно, как их высекали, но как их укладывали? Потому что, чтобы их поднять на уровень подножия, надо поднять их на высоту 7 метров. Еще одна неразрешимая загадка. Кому принадлежит авторство громадной конструкции? По официальной версии, в первом веке нашей эры ее воздвигли римляне. Но ни в одном историческом источнике это почему-то не отображено. В разное время тут жили персы, армяне, османы, египтяне и финикейцы. Именно в честь их, национального бога грома и молнии, Баала, храмовый комплекс и получил свое название. Да, надо сказать, что у других народов, естественно, были эквиваленты этому богу огня, грозы, молнии, которого, с одной стороны, боялись, поскольку его молнии, посылаемые им, а также буря, насылаемая им. Враганы могли повредить строение, могли убить человека. С другой стороны, его воспринимали так силу родотворную и плодотворную, поскольку воспринимали то, что он мечет молнией, сопровождаемые ударами грома, в землю и посылает дождь вслед за тем из этих туч, собираемых во время бури, и оплодотворяет землю. Также неясно, зачем на фундаменте построили самый гигантский храм в мире, ведь и до, и после небожителям поклонялись в святилищах куда меньших размеров. Неужели в Баальбеке выседал сам бог грома и молнии? Или же у сооружения было какое-то иное тайное предназначение? Недавно выяснилось, что под храмовым комплексом существует целая система подземных тоннелей. Эксперты сходятся во мнении, что использовались ходы не только в качестве усыпальниц или сокровищниц. Геологическая экспертиза выявила, раньше на территории Баальбека сходилось сразу пять горных рек. В стародавние времена тут добывали золото. Только делали финикийцы это своеобразно при помощи электрогидравлики, то есть подводных молний. Это подтвердили анализы пород местного известняка. На стенах тоннелей остались следы от выпаривания жидкостей. Это старый рецепт и электрогидравлические удары. Почему электрогидравлические? В воздухе такие же удары, но только воздух очень раздраженный. И он много-много раз сожмется, пока достигнет определенной плотности. А вода практически несжимаемое вещество. И поэтому любое воздействие взрыв, электрогидравлический, электрический разряд вызывает в воде ударную волну. Получается, Баал помогал финикийскому народу процветать? Во всяком случае, древние в это верили. Как и в то, что частичка бога грома и молнии живет в каждом из нас. С таким тезисом наука отчасти согласна. Человек действительно в состоянии вырабатывать электричество. По крови часто путешествуют заряженные частицы. Они откликаются на внешнее электромагнитное поле. Этим, кстати, многие объясняют воздействие магнитного поля на человека. В нашем теле постоянно протекают тысячи биохимических процессов, создающих ток. На клеточном уровне он возникает от взаимодействия натрия, калия, кальция и кислорода. Электричество генерирует и органы чувств. Глаза благодаря свету, падающему на сетчатку, уши в виде звуковой волны, кожа от соприкосновения с окружающим миром, а язык при помощи вкусовых рецепторов. Но главной динамомашиной, конечно, является сердце. Занимательный факт. Энергии, продуцируемой во время неспешной ходьбы с лихвой, хватит на то, чтобы подзарядить мобильник. У которого очень высокое сопротивление кожи, и он мог спокойно браться за шины трехфазной сети 380 вольт. И ничего. Я говорю, а двумя руками двумя руками через сердце что-то проходит, и оно неприятно трепещется с частотой 50 герц. Но мог держать. Такое высокое сопротивление. У меня тоже довольно сухая кожа, высокое сопротивление, но 220 вольт для меня уже что-то значит. Более того, оказывается, природный толк течет даже у нас под ногами. В 1903 году естествоиспытатель Жорж Дари написал книгу электричества во всех его применениях. Там говорилось, что под землей непрерывно бушуют грозы. В 70-х годах прошлого столетия эту гипотезу подтвердили советские ученые. Физики установили, что в ходе землетрясений в местах разломов повышается радиофон и из недр выделяется озон. Как и во время вспышек молний на небе. То же самое трение слоев земли при перемещениях, они, конечно же, обязательно создают электростатическое электричество. Как и все, как трение расчески об волос создает электростатическое электричество. Поэтому в подземных слоях, конечно же, есть. Раз люди со всех сторон окружены природным током и находятся в его поле, то может не мы вырабатываем электричество, а напротив оно питает нас. Может человечество появилось на свет подобно монстру Франкенштейну, чье сердце однажды заставил биться высоковольтный разряд. Смотрите далее. Зигзаг неудачи. Почему молния охотится за конкретными людьми? Она питается негативной энергией, которую она пожирает. Молниеносный эффект. Как стать суперчеловеком? Самый яркий пример, это, конечно, Ванга. Вспышка ярости, где рождаются шаровые молнии. Вещество плотностью, скажем, белых карликов, то есть звезд. В США, 1953 год. Биохимики Гарольд Юрий и Стэнли Миллер установили, что к появлению жизни на Земле человек обязан грозе. Выяснилось, именно под воздействием ударов молний в мировой океан были сформированы важнейшие аминокислоты, которые стали основой нашей цивилизации. Разряды атмосферного электричества перемешали в воде метан, аммиак и водород, буквально запустив эволюцию. Спустя полвека последователи американских ученых подтвердили важнейшую роль стихии уже другим способом. они пропустили через простейший микроорганизм несколько импульсов тока, после чего клетка стала мутировать в более сложную структуру. Физика в определенной степени управляет материальностью, и духовность в определенной степени тоже управляет материальностью. То есть здесь и оттуда, и оттуда воздействие может идти на материальные объекты. А непосредственно то, о чем мы говорим, это физика в чистом виде. К сожалению, стихия больше не дарует, а все чаще лишь забирает жизни людей. Каждые сутки на планете сверкает 44 тысячи молний или 30 электрических вспышек каждую минуту. По совокупным данным страховых компаний, только за 2017 год погибло 24 тысячи человек. Это равнозначно населению небольшого города, но самое невероятное. Исследователи уверены, молния выбирает определенные жертвы. Человек громоотвод. Так прозвали американца Роя Салливана, мужчины, который опроверг утверждение, молния никогда не бьет в одно место дважды. Электрический разряд попадал в него семь раз. Рой неизменно оставался невредим. Как ему это удавалось? Академики утверждают, молнии выбирают Салливана из-за его рода деятельности. Дело в том, что мужчина почти 40 лет занимал должность инспектора по охране национального парка Шанандо, поэтому много находился на свежем воздухе. Местность в штате Виргиния, где расположен заповедник, издавна славится непогодой. Но гроза настигала Роя не только на посту. Однажды разряд ударил в него прямо в машине, в другой раз, когда американец отправился на рыбалку, а еще как-то и вовсе на лужайке собственного дома. Чем же объяснить такую привязанность? Молния возникает в том случае, когда есть большая разница потенциалов, как мы знаем, да, на физике. Если брать тонкоплановые моменты, то это реакция на компенсацию чрезмерного негатива, возникшего на земле в определенной точке пространства. В конце концов, друзья, родные, коллеги, опасаясь за свою безопасность, отвернулись от Салливана. Правда, молния так и не смогла забрать его жизнь. Мужчина сделал это сам. В сентябре 1983 года его нашли в собственном доме с простреленной головой. Точный мотив самоубийства криминалисты установить не смогли. Может, мужчина просто устал убегать от злого рока? Никто ни никакой должности не имеет права нарушать законы аэродинамики, законы физики, законы метеорологии и синаптические все законы. Вот, надо им подчиняться, и жизнь будет прекрасна, жизнь будет интересной и долгой. Врачи, обследовавшие Салливана и других пострадавших от грозы, говорят, что у всех без исключения на коже остаются загадочные отметины. Они называются фигурами Лихтенберга. Иногда такие стигмы напоминают ветви деревьев или снежинки. Исследователи же уверяют, все гораздо прозаичнее. Орнаменты представляют собой уменьшенную копию конкретно взятой молнии, ударившей в человека. При этом у одних она вызывает амнезию, другие теряют разум, а в ком-то внезапно проявляются сверхъестественные способности. Часто люди становились ясновидцами, прорицателями или талантливыми учеными. И, допустим, самый яркий пример, это, конечно, Ванга, когда она попала в шторм, и там были, скорее всего, молния попала в нее, и после этого она ослепла, и после этого в ней как раз проснулся дар ясновидения. Подобное приключилось и с экологическим обозревателем и антропологом из Америки Денионом Бринкли. Он уверяет, что может предсказывать будущее. Фантастический талант открылся сразу после того, как в мужчину ударила молния. Это было в 1975 году. Во время грозы ему позвонили с работы. В это самое мгновение телефонный столб на улице поразил грозовой разряд. Была очень яркая вспышка, которая буквально выжигала мои глаза. Я был ослеплен и обездвижен. Единственная мысль, которая крутилась у меня в голове, как же меня трясет. Мне никто не пришел на помощь. Мои близкие в тот момент ужинали и даже не подозревали, что со мной происходит. Целых 28 минут Дэнион находился в состоянии клинической смерти. Однако мужчина говорит, что в мелких деталях помнит карету скорой помощи, маршрут до больницы и даже весь процесс реанимации. Фельдшер кричал, он ушел, он ушел. Я остановился на мгновение, посмотрел через свое плечо в недоумении. Ушел куда? И тело было там, фельдшер был там, машина скорой помощи стояла на месте. Но я увидел, как появляется тоннель. Уютный тоннель, который меня успокаивал и где я чувствовал себя комфортно. И в тот момент я понял, что помимо мира, где все мы привыкли жить, есть еще что-то. Что-то более большее, другой мир. Когда сознание вернулось, Бринкли неделя лежал полностью парализованным. Почти год у него ушел на то, чтобы заново научиться ходить и самостоятельно держать в руках хотя бы ложку. Правда, Дэнион ни о чем не сожалеет. Ведь в процессе контакта с разрядом атмосферного электричества он видел многое. Развал Советского Союза, катастрофа в Чернобыле, войну в Сирии и попытку госпереворота в Турции. Все это еще четверть века назад он изложил в своей книге «Спасенный светом». Если верить тому, что мне показали, когда я был не на этой земле, вы, русские, сейчас спасаете мир и строите плод, который спасет всех, когда наступит новая эра. Новый мир и произойдет это в ближайшие четыре года. И сегодня мы должны сосредоточиться на воде, ее загрязнении, на том, как неоправданно много ей пользуемся. Если не будет воды, не будет и людей. В этот же список входит и еда. Это то, с чем вы, русские, прекрасно справляетесь. Ученые давно говорят о позитивном влиянии электростимуляции на организм человека. Ток может не только привести в тонус атрофированные мышцы, но и улучшить память и другие когнитивные способности. Сказать, что может с мозгом каждого конкретного человека произойти после сильного электрического удара, а в сущности его просто током ударило. Конечно, у него может измениться какие-то там какие-то способности. Это несомненно. Может быть, действительно, я не знаю, там будут лучше способности к языкам. Получается, молния в состоянии активировать скрытый потенциал человеческого мозга. Но почему одних стихия карает, а других вознаграждает, открывая новые грани существования? Неужели гроза разумна? Тогда какие цели она преследует? Шаровая молния может обладать интеллектом. К такому выводу пришли исследователи этого загадочного феномена, проанализировав сотни историй очевидцев? Какие факты говорят в пользу этой теории? За 150 лет изучения шаровой молнии специалисты так и не раскрыли природу ее возникновения. Неясно даже, связана ли она напрямую с грозами, бушующими в небе. Выдвигались версии, что этот энергетический сгусток, черная дыра в миниатюре, самовоспламеняющееся скопление газа или вовсе плод человеческой фантазии галлюцинация? Гипотез о происхождении шаровых молний насчитывается около 400, но ни одна из них не выдерживает критики. Известно ли, что появление загадочной сферы всегда сопровождается потрескиванием и сильным запахом серы? Совпадение ли, но подобную вонь обычно связывают с нечистой силой? Эта сверхплотная частица обладает своим гравитационным полем, которое начинает притягивать и стягивать на себя так называемое получается аккреция вещества окружающего ее это наш воздух, вода, пары, все, что на нем находится. И вот, и тогда и получается вот этот светящийся слой. Шаровая молния необъяснима. Будто зная о супружеской неверности, она в состоянии расплавить на руке лишь обручальное кольцо, или же испепелить человека до тла, не оставив от него и мокрого места. Плазмоид, как живой организм, умеет менять скорость движения, останавливаться и ускоряться, проходить по витиеватым траекториям и даже просачиваться сквозь стекла. Есть понимание взаимодействия электромагнитных сил, гравитационных сил, откровенного ветра, откровенного движения частичек там воздуха, откровенное значит где-то воздух более влажный, где-то менее влажный, взаимодействуя с этим и выделяя энергию в нужных каких-то определенных направлениях, которые определяются электромагнитными взаимодействиями в данном месте, она и перемещается, и левитирует. Известны случаи, когда такой сгусток энергии пробивал в горах целые тоннели. Но как сфера размером с яблоко может обладать мощностью, сопоставимой с ядерной боеголовкой? Это вещество, которое оценено наукой, вещество плотностью скажем, белых карликов, то есть звезд, звездных образований. Настолько вот оно обладает высокой энергией и взаимодействуя так сказать с нашим реальным миром, с нашей обычной так сказать материи и вот образует эти энергии. Идет динамический обмен, идет энергиями. И вот получается ионизированный слой, который мы видим, который можем чувствовать. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов за свою 40-летнюю практику неоднократно сталкивался с шаровой молнией. Для пилотов это обычное дело. При встрече с грозой им ни в коем случае нельзя входить в нее. Но даже в современной авиации, несмотря на многообразие локаторов, предупреждающих об опасности, следовать инструкциям удается далеко не всегда. Если он входит мощно-грозовую облачность, то вероятно встреча во взвешенном состоянии градинки с куриное яйцо на такой высоте не падает, а держится за счет вот этого барботажа воздуха. Мощность, колоссальная энергия. И если попадает самолет в эти градины, то он претерпевает очень серьезные повреждения, вплоть до катастрофических. Пилоты уверяют, хуже, чем оказаться в эпицентре грозы, может быть только столкновение с шаровой молнией в замкнутом пространстве, не имея при этом ни малейшей возможности хоть где-то укрыться. Олег Смирнов рассказывает, как-то во время рейса в Казахстан он пилотировал старенькие ЛИ-2. Поднявшись на крейсерскую высоту, борт внезапно тряхнуло. Мы обратили на что внимание? Это то, что отказала радиостанция. Мы сразу перешли на аварийную, потому что всегда аварийная есть радиостанция, и это нам удалось. Но в это время бортпроводница подняла шум, что что-то происходит в кабине. Что происходило в кабине? Со стороны кабины пилотов вдруг появляется шар диаметром где-то сантиметров двадцать. Этот леденящий душу эпизод окончился благополучно. Никто не пострадал. Задержавшись в салоне лишь на пару минут яркая сфера испарилась, пройдя обшивку самолета насквозь. Однако и пассажиры, и экипаж после посадки в один голос заявили, что в ходе сближения шаровой молнии почувствовали резкое воздействие на психику. Идет по проходу вот так между креслами в этом замкнутом пространстве, чуть выше голов, между пассажирами. Медленно-медленно. И, конечно, это, так сказать, какое-то гипнотическое такое воздействие, что, ну, дай Бог, чтобы только не к моей голове прислонился этот шарик. Вот. И вот так он прошел, прошел и исчез. Изучив сотни архивов, эксперты выявили лишь одну закономерность в поведении шаровых молний. Оказалось, что атакует она в основном деятелей науки. Возможно, потому, что именно ученые испокон веков мечтают укротить это необъяснимое атмосферное явление. Энергия молний может обеспечить электричеством все человечество. Такую амбициозную задачу неоднократно ставили перед собой самые смелые ученые. На какие жертвы шли физики во имя науки? И удалось ли им подчинить небесную стихию? Первым приручить молнии отважился соратник Михаила Ломоносова, русский ученый эстонского происхождения Георг Вильгельм Рихман. Ему покровительствовала сама королева Елизавета Петровна. Для опытов она предоставила естествоиспытателю кабинет у себя во дворце. Такой честью удостаивались единицы. Чтобы ловить молнии, Рихман создал специальный прибор электрометр. Его до сих пор используют для измерения потенциалов тока. Прототип устройства представлял собой металлический штырь, установленный на крыше здания. От него в комнату шла проволока, которая крепилась шелковой ниткой к цифровой шкале. Когда разряд ударял в стержень, нитка натягивалась, показывая вольтаж. Управлять молнией это здорово, но я думаю, что это и не актуально, и может быть оказаться противоестественным. Потому что молния это не только разряды, которые иногда кого-то убивают, иногда вызывают пожары. Это все-таки убить и вызвать пожары это довольно редкая а молния, которая ежесекундно по всему миру несколько десятков, ежесекундно, это же еще атомарный кислород. Он очень активный и единственный слой, который препятствует жесткому излучению, поступающему от Солнца и из космоса. Сегодня человечество пытается покорить стихию при помощи специальной машины захвата молнии. В 2006 году подобный проект представила американская компания, занимающаяся строительством атомных станций. По заявлению инженеров, благодаря конденсаторам высокой емкости такой аппарат сможет удерживать энергию грозы и преобразовывать ее в переменный ток в пересчете на нашу валюту всего 33 копейки за киловатт-час. Если мы будем использовать молнию для того, чтобы получить непосредственно примитивный вид электроэнергии из нее, так, в этом случае мы нарушим, так сказать, божественный замысел, то есть это будет нарушением, и те, кто будет этим заниматься, соответственно, впоследствии получат за это соответствующее воздаяние. То есть смысла в этом немалейшего нет. Есть другие способы получения свободной энергии, которые очень много в пространстве. Гроза – это не только неиссякаемый источник бесплатной энергии, она еще и не наносит вреда экологии. Если научиться строить молниевые фермы, то они станут бесперебойно обеспечивать электричеством человечества. Молния, она излучает электромагнитную энергию во всех диапазонах частот. И если такое излучение применить, например, к дезактивации радиоактивных отходов, это было бы просто потрясающе для Земли. Это то, что у нас в Чернобыле и в Фокусиме произошло, с помощью этого можно было бы дезактивировать на месте, никуда не уходя. Вдумайтесь, одной миллисекундной вспышки достаточно, чтобы запитать током всю Россию на 20 минут. Но как понять, где именно размещать такие уловители стихии для максимальной эффективности? Охота на молнии началась. Геофизики университета Сан-Паулу в Бразилии даже составили мировую карту этого атмосферного явления. Оказалось, чаще всего грозы бушуют в Венесуэле, а вот в Антарктиде их вообще не бывает. Но почему? Метеонаблюдение показали, лидером по количеству гроз являются страны африканского континента, особенно Уганда, Камерун и Конго. Дальше идут Индонезия, Мексика и Австралия. Но почему именно они? Смотрите далее. Надежный проводник. Сколько энергии вырабатывает человек? Наша кровь, наши лимфы, это электропроводные жидкости. Как гром среди ясного неба, как стреляют из климатической пушки. Антизакон существовал практически два месяца, чего не может быть в принципе в природе. Капризы природы. Для чего гроза меняет планы человечества? Эти законы уничтожили и президента, и все его окружение. Почему же чаще всего стихии орудуют вдоль экватора и в тропиках? Считается, что причина в повышенной влажности воздуха, но некоторые эксперты думают иначе. В теплых странах жители нередко ходят босиком, а человеческое тело идеальный проводник электричества. Именно поэтому грозы не бывает в местах, где нет людей. Например, на полюсах или в океане. Там вспышки молний мерцают в 10 раз реже, чем над сушей. Человек это, в общем-то, электропроводная сущность. Вся наша кровь, наша лимфа это электропроводные жидкости. Может быть, благодаря этому и образуются все связи на атомарном молекулярном уровне в нашем организме человеческом. А дальше уже идут химические реакции. И суть в этом именно. Удивительное совпадение. Уровень счастья в развитых государствах значительно ниже, чем в странах третьего мира. Может, это связано с тем, что высокотехнологичный человек просто выпал из энергетического поля планеты. Люди облачились в обувь на толстой подошве и изобрели транспорт. В итоге окончательно оторвались от поверхности Земли. Более того, наша цивилизация изобрела свое собственное искусственное электричество, без которого мы до сих пор жили бы как в каменном веке. Американская корпорация снабдила каждый дом на западном полушарии розетками переменного тока. В начале 20 века массовая электрификация добралась и до СССР. По мнению исследователей, в тот период грозы окончательно утратили контроль над человечеством, а люди наконец подчинили себе силу молний. Луч смерти. Так сотрудники научно-исследовательского комплекса в Нью-Джерси в шутку называют лазерно-индуцированный плазменный канал. Его разработка длится уже несколько лет. По словам ученых, один выстрел такой установки может мгновенно сжечь дотла истребитель, боевой корабль или танк противника. Колумбия, Папаян, 24 декабря 2017 года. В войсковой части города солдаты готовятся к торжественному мероприятию. На плацу они отрабатывают строевой шаг. Внезапно над лагерем сгущаются тучи и начинается ливень. Через мгновение разряд молнии бьет в роту, буквально разбрасывая офицеров по плацу. Согласно климату, ну, не бывает, допустим, на русском севере там какой-нибудь торнадо или там пыльных песчаных бурь там в средней полосе или в Сибири. Но на сегодняшний день, к сожалению, эти моменты возникают то там, то здесь. Причем, действительно, мы даже иногда не ожидаем, так как изменяется погода и преподносят такие сюрпризы. Жертвой стихии стали 58 человек. Они получили ожоги разной степени тяжести, а некоторые частично оглохли. Но как получилось, что молния угодила в самое сердце подразделения, задев абсолютно всех без исключения? Что это было? Трагическая случайность или же высокоточный удар секретным оружием? Нужно понимать, что у каждого циклона, антициклона есть тоже период жизни. Вот, в среднем, это называется естественный синаптический период, составляет 5-7 суток, после чего процесс начинает, идет на деградацию. Здесь же, в данной ситуации, антициклон существовал практически два месяца, чего не может быть в принципе в природе. В мае 2012 года Ангела Меркель пригласила на переговоры в Германию только что избранного президента Франсуа Аланда. По словам канцлера, эта встреча должна была определить судьбу Европы на долгие годы вперед. Во время рейса в самолет внезапно ударила молния, хотя погода не предвещала грозы. Борт пришлось развернуть, а важнейшую аудиенцию перенести. Взять к примеру катастрофу с президентом в Польше из той же оперы на экипаж производилось давление со стороны близких людей президента, которые находились в кабине, чтобы он нарушал законы авиации. И чем это кончилось, мы все знаем. Эти законы уничтожили и президента, и все его окружение. Никому никогда не советую нарушать законы, которыми руководствуется летный персонал при выполнении рейсов. Конспирологи давно утверждают, что в мире есть технологии, позволяющие контролировать погоду. Главным претендентом на роль климатической пушки является американский научно-исследовательский комплекс ХААРП на Аляске. Используя энергию молнии, можно безнаказанно наносить какие-то смертоносные удары или повреждения своим врагам. И вот на ХААРПе, где в Америке стоят эти мощные антенны, с помощью них как раз и могут аккумулироваться большие электрические энергетические заряды, которые потом можно под видом стихийных бедствий или случайных ударов молнии как раз наносить вред другим государствам. ХААРП представляет собой систему из 180 антенн, которые разбросаны на площади в 13 гектаров и могут воздействовать на атмосферу планеты. Таким образом, благодаря несложным манипуляциям, можно уничтожить какое-нибудь здание или стратегически важный объект потенциального противника. и доказать, что это спланированная акция, а не стихийное бедствие, будет нельзя. Если в свое время разрабатывалась атомная бомба и нарушение превышения полномочий по нарушению законов мироздания было на этом 50%, то создание большого адронного коллайдера это 155%, то, о чем мы говорим, то, что разрабатывают американцы, нарушение уже 165%. Более того, в ноябре 2017 года, внимание, США официально признали существование климатического оружия. А значит, теперь это не просто фантазии сумасшедших конспирологов, а страшная реальность. Смотрите далее. Геошторм вселенского масштаба. Когда погибнет человечество? Метеорология, климатология не имеют никакого отношения. Повелитель молний. Зачем Никола Тесла помогал американской армии? Часть людей из погибших они просто прессовывались в сам металл. Неядерный зонтик. Как сегодня защититься от грозовой стихии? Они могут привести к таким печальным последствиям, что лучше не начинать. изменили. Известия о существовании климатического оружия американские СМИ распространили после того, как в Палате представителей прошла первая в истории конференция по геоинженерии. Так называется комплекс мер по созданию определенных погодных условий в конкретно заданной точке земного шара. Официальная причина проведения саммита – борьба с глобальным потеплением. А закулисный остается только догадываться. Там процентов 90 – это вообще не ученые. То есть они к метеорологии, к климатологии не имеют никакого отношения. Это чиновники, которые отрабатывают свои деньги, имеют заказы и так далее. Россия 29 мая 2017 года. Буквально за несколько месяцев до конференции по геоинженерии на Москву и область обрушился самый сокрушительный ураган за последнее столетие. Ему присвоили наивысший, красный уровень опасности. Шквалистый ветер срывал крыши с домов, валил деревья, рекламные щиты и фонарные столбы. Были обесточены целые населенные пункты. Стихия повредила более 2000 автомобилей. Пострадало несколько культурных памятников. Погибло 18 человек. Еще 170 получили ранения. Потом действительно выдвигалась такая теория, что это была как раз воздействие климатического оружия со стороны Америки. Исследователи уверены, американцы создали климатическую пушку, пользуясь наработками Николы Теслы. В начале 20 века он сконструировал резонансный трансформатор. Проект носил кодовое имя «Радуга». Тесла скончался 7 января 1943 года, то есть за 9 месяцев до эксперимента. Вот. Но тем не менее были использованы в эксперименте именно его наработки. Причем на 100%. Именно его наработки. Из 181 человека вожил 21 человек. Часть людей из погибших, они просто прессовывались в сам металл. Эксперты утверждают, в Советском Союзе в процессе гонки вооружений также существовали технологии по управлению погодой. Однако они до сих пор находятся под грифом секретно. По возможному нанесению ущерба в случае напряженности военно-политической, то метеорологическое оружие состоит в одном ряду с ядерным оружием. И вот как фактор сдерживания это очень хорошая такая запасная русская дубина, которую мы должны безусловно что называется держать на запасном пути. Сегодня, по неподтвержденным сведениям, схожую задачу может выполнять российский комплекс излучения ионосферы Сура, расположенные в Нижегородской области. Сомнений в том, что подобные разработки реальны, не остается ни у кого. Но есть ли методы противодействия разрушительному электрическому шторму, кто бы им не манипулировал? Бенджамин Франклин против молний. Мало кто знает, но именно этот президент США, изображенный на 100-долларовой купюре, изобрел громоотвод. Какие разработки в этой области ведутся сегодня? Можно ли создать систему, способную уберечь от разрушительных электрических разрядов целую страну? Первую в мире защиту от молний Франклин представил миру в 1752 году. Многие до сих пор ошибочно называют ее громоотводом. Своё детище американский изобретатель даже не стал патентовать. Он считал, что наживаться на человеческой безопасности непорядочно. Однако не все с энтузиазмом встретили инновационную разработку. Так верующее население США даже организовало кампанию по сносу юридических конструкций. Набожные граждане говорили, что человек не имеет права противиться гневу Господа. Именно так они называли грозу. Даже если вы поднимете всю авиацию, даже используете все ресурсы, даже всего мира, то вы не сможете не изменить ни траекторию, ни ход, ни эволюцию таких мощнейших барийских образований. Потому что это классика и силы природы здесь просто колоссальны. То есть влиять на это нельзя. Современная система молниезащиты существенных изменений за более чем 250-летнюю историю не претерпела. Она, как и встать, состоит из нескольких ключевых элементов. Это металлический стержень-приемник, который улавливает разряд, токоотвод для измерения его движения и заземлитель. Однако иногда для повышения безопасности используется еще один компонент. К нему совместно использовать еще и довольно мощный если по возможности магнит рядом с этим стержнем. Потому что шаровая молния обладает такими же явно выраженными сильными магнитными свойствами, как и другая. И она взаимодействует с постоянным магнитом и является таким способом защиты для военных объектов, для баков например с нефтью, нефтехранилищем или с бензином. Сейчас инженеры работают над более перспективными технологиями. Специалисты предлагают бороться с молниями при помощи соляного раствора смешанного с полимерами. В случае надвигающейся опасности мощной струей жидкости будут расстреливать грозовой облак. Она примет удар на себя и отведет смертоносный разряд от людей. Система таких фонтанов сможет прочным куполом накрыть не только отдельно взятый жилой район, но и целую страну. Надо делать опыты, надо не жадничать нашим миллиардерам, миллионерам и выделять хотя бы частичку денег. И у меня уже такое создается впечатление, что все знают, что блага цивилизации, приобретенной за счет эксплуатации науки, они могут привести к таким печальным последствиям, что лучше не начинать, поэтому вернуться надо опять к времени застоя и гораздо ниже, а лучше бы вернуться к пещерному образу жизни. Чтобы понять, как еще эффективнее противодействовать стихии, отечественные ученые собираются пойти на беспрецедентный и рискованный шаг. В скором времени специалисты НИИ ядерной физики отправят человека в самое сердце электрического шторма. Пилот на специально оборудованном измерительными приборами планере войдет в закручивающийся воздушный поток, чтобы собрать исчерпывающую информацию о сущности грозы. Пока же не надо забывать об известных всем мерах предосторожности во время раскатов грома и ударов молнии. Не купаться, не прятаться под одиноко стоящим деревом и ни в коем случае не убегать. Сегодня к грозам приковано внимание не только ученых, но и бизнесменов. Ведь антиматерия, которую создают молнии, входит в десятку самых дорогих веществ в мире. Один ее грамм стоит квадриллион долларов. Это число с 15 нулями. Получается, стихию можно использовать как своего рода рудник. Главное, чтобы она это позволила. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть. Поделитесь своим открытием на моей странице в инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.